Одна из крупных молодежных организаций Бийска получила поддержку от Фонда социального содействия Александра Прокопьева. Сегодня депутат Государственной Думы встретился с руководителем Бийского отделения с судотрядов Марком Шнайдером о деятельности молодежной организации в нашем следующем сюжете. Попасть в студенческий отряд сегодня мечтают многие учащиеся бийских вузов. Конкурс серьезный, семь человек на место. В отряды принимают самых талантливых и физически подготовленных. Преимущество отдают первокурсникам. Они участвуют во всевозможных городских мероприятиях, в акции «Снежный десант». И у каждого есть возможность трудоустроиться. Студенты работают вожатыми, проводниками, переработчиками рыбы на Сахалине, на строительных объектах выполняют бетонные и монтажные работы. Это и, в первую очередь, жилищные стройки гражданские, но также студенческие отряды являются одним из основных источников рабочей силы для спецстроя России. Это такие объекты, как Нижненовгородская С-2, космодром Восточный, другие закрытые объекты. Три года назад студенческие отряды ВИСКО объединились. Руководителем штаба выбрали Марка Шнайдера, выпускника Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета. Когда Марк вступил в новую должность, создал в нашем городе еще два студенческих отряда. Рабочий день у командира штаба ненормированный. Однако трудится молодой человек лишь на энтузиазме. Если есть дело, никого не волнует, что выходной. Если есть дело, приходится решать. И как бы так привыкли. Но в то же время иногда находится, допустим, полдня, день, чтобы своими делами заняться. А с другой стороны, иногда приходится в 8 вставать, в 11 приходить вечера. Сегодня Марк Шнайдер встретился с депутатом Государственной думы Александром Прокопьевым. Они обсудили работу студотрядов. От фонда социального содействия целеустремленному и инициативному молодому человеку назначена стипендия. Это ежемесячно, в течение 6 месяцев, 15 тысяч на поддержание той работы. А я думаю, работа эта важная, нужная. И достаточно, судя по тем результатам, которые вы добиваетесь, она еще и масштабная. То есть возрождение студенческого движения – это такая важная задача. Сегодня студенческое движение «Бийска» насчитывает порядка 85 человек. А уже совсем скоро Марк планирует привлечь еще больше сотни добровольцев. Татьяна Свинаренко, Иван Зяблицкий, Будни.